МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Тиреэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Извечная проблема Ноябрьска. Как убирают снег коммунальщики в некоторых дворах? Почему на одном участке территории ничего не меняется, а на другом все вычищено до асфальта? Пошло строительство. На стройплощадке нового здания ОМВД закипела работа. И заплыв по детсадовски в маленьком цветочке. В плавании соревновались малыши. Начну с проблемы, которую так и не удается решить в Ноябрьске. Это уборка дворовых территорий от снега. На фоне того, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные столбик термометра впервые в этом году поднимется выше отметки в 0 градусов, она становится особенно актуальной. В окружном департаменте энергетики и жилищно-коммунального комплекса поясняют, складировать убранный снег на газонах управляющие компании могут, но должны сделать это так, чтобы не навредить зеленым насаждениям. Если во время уборки обслуживающая организация поломала ограду, скамейку или другое общее имущество жильцов, людям с представителем управдома необходимо составить акт о причиненном ущербе и потребовать устранения поломок. Если управляющая компания откажется это сделать, можно смело идти в госжилинспекцию. Что касается периодичности вывоза снега, то этот пункт прописан в договоре. Стоит поднять, конечно, договор на управление многоквартирным домом, посмотреть периодичность вывоза снега. Если не исполняется периодичность, то необходимо пригласить, опять же, представителя управляющей компании, составить акт, что в назначенное время, период снег не вывезен. И данная ситуация будет в последующем являться для перерасчета стоимости услуги по содержанию многоквартирного дома в сторону снижения платы граждан за данную услугу. Сегодня жительница нашего города Наталья Добрянская рассказала очередную историю, связанную с вывозом снега. Хочется верить, что увиденное и услышанное в рубрике «Нам здесь жить» заинтересует специалистов в области ЖКХ. Итак, утром 26 марта жители этого дома, подчинившись объявлению об уборке придомовой территории, убрали свои машины со стоянки. Однако вечером обнаружили, что часть стоянок по-прежнему осталась под толстым слоем снега, а вот другая вычищена аж до асфальта. В управляющей компании, а в данном случае это крепость, людям пообещали, что убрано будет все. Слово сдержали, но как? И главное, почему водитель грейдера проявил такую изобретательность при уборке двора? Задались вопросом, почему стоянки далее почищены выборочно. Выяснилось в итоге бесед с жильцами, что это оказывается платная услуга у нас. Добились, в полдесятого вечера нам стоянку почистили. Но почистили как? На данный момент времени машину я поставить не могу. Если вот эти глыбы слетят на мой автомобиль, то кому я буду предъявлять претензии? В администрации города нотари пояснили, что у управляющей компании есть 10 дней для того, чтобы убрать снег со двора. Но где все это время людям ставить машины? Парковаться на стоянке никто не рискует. Окружные парламентарии завуалировали сведения о доходах. К такому выводу после проверки пришла окружная прокуратура. Согласно заключению надзорного органа, народные избранники хоть и разместили информацию о своих доходах на сайте ЗАГСобрания, но фактически доступ к ней оказался закрыт для простых пользователей сети. Чтобы добраться до этих сведений, необходимо выполнить довольно сложный алгоритм поиска. Он содержит три обязательных шага, не зная которых информацию о доходах найти невозможно. По данным нарушениям, в адрес председателя окружного парламента внесено представление. В Ноябрьске началось строительство нового здания ОМВД. Под своей крышей оно объединит 270 человек. Это специалисты самых разных служб городского отдела ведомства. Проект обошелся в несколько сотен миллионов рублей, причем львиную долю этих средств, а именно 95%, выделили власти региона. На стройплощадке сегодня побывал Кирилл Мигель и ему слово. Пять этажей и 10 тысяч квадратных метров. Практически подарок к 30-летнему юбилею. Строительство нового здания ОМВД началось. Вот так по проекту оно будет выглядеть. Вернее, примерно так. Проектировщики подготовили уже шесть вариантов фасада, но ни один пока не утвержден окончательно. Общая картинка как бы понятна, но окончательный проект еще сейчас разрабатывается. И именно фасад какой будет, нам еще полностью неизвестен. Проектировщики работают с ОМВД почти каждый день. А тем временем на стройплощадке вовсю кипит работа. Строители возводят, так сказать, каркас. Контракт был заключен еще в июле прошлого года, но разрешение на работу подрядчик получил только в декабре. Здесь уже установлены колонны цоколей первого этажа. На двух уровнях перекрыт пол. Идет подготовка к монтажу железобетонных конструкций. Основное здание будет соединено с тем, которое уже эксплуатируется воздушным переходом. И поминались, конечно, функциональные помещения. Если в старом проекте у нас в здании был техэтаж, цокольный этаж, то сейчас там и стрелковые тиры, и тренажерные. Строительство было заморожено в 2006 году. С 2006 по 2013. То есть очень много изменилось норм. СНИПов по электрике, по сантехнике, по вентиляции, по размещению, по санпины новые. В связи с этим идет перепланирование полностью внутри здания, что за собой ведет полностью изменение всех коммуникаций и всего остального. Сейчас службы ОМВД разбросаны практически по всему городу. ГИБДД на промзоне, там же отдел лицензирования. Сразу за головным зданием ведомства, полиция общественной безопасности, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и ППС. Это, можно сказать, болевая точка ноябрьского отдела Министерства внутренних дел. Совдеповское здание уже давно пора снести, говорят полицейские. Но они все еще вынуждены нести службу в полуразвалившейся двухэтажке. Противоположная фасаду стена здесь держится на честном слове. Если бы не подпорки, она бы уже давно просто рухнула. В том здании, где располагаются эти вышеперечисленные службы, оно на сегодняшний день не соответствует никаким характеристикам. Ну, конечно, и пожароопасно. И само здание, оно в такой степени уже веское и аварийное. На сегодняшний день давно уже нужно решать вопрос о строительстве и перемещении. Тут более комфортные условия работы. Решили. Цена этого вопроса, к слову, составила 389 миллионов рублей. Работа, говорят строители, идет по графику и без всяких сбоев. Но, тем не менее, отметить 30-летний юбилей в новом здании ноябрьские полицейские, увы, не смогут. Отмечать будут уже в мае, а ориентировочные сроки сдачи объекта – конец 2014 года. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, новости нашего города. С 1 апреля 2013 года трудовые пенсии будут проиндексированы на 3,3%, сообщил глава Минтруда России Максим Топилин на расширенном заседании управления пенсионного фонда, посвященном итогам работы в 2012 году. Размер индексации социальных пенсий еще обсуждается с Минфином, отметил министр. Добавлю, в текущем году пенсии будут повышены два раза. Первая индексация была проведена в феврале. Трудовые пенсии россиян выросли на 6,6%, в результате чего средний размер трудовой пенсии по старости составил 10 400 рублей. Как разгружают посылки на почтовых отделениях ноябрьском? В нашу редакцию попало видео, которое зафиксировал один из местных водителей, ставший случайным свидетелем процесса разгрузки. Мы не можем знать, что в упаковках, возможно, просто письма или газеты, но факт остается фактом. Рубрика новости наших горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С 1 марта сотрудники ЦГБ активно начали вести работу, результатом которой должно стать прикрепление каждого жителя города к главному городскому лечебному учреждению. На сегодня примерно 13 тысяч ноябрьцев уже написали заявление о прикреплении. Остальные, а это примерно 70 тысяч человек, ничего об этом не знают или не знают, для чего это все нужно. Ответы на эти и другие вопросы в материале Ирины Потехиной. По сути, прикрепление к медицинскому учреждению – это реализация права выбора каждого человека той больницы или той поликлиники, в которой ему удобнее или даже приятнее получать медицинскую помощь. Но так как в нашем городе выбирать попросту нещего, то все мы по факту уже и так прикреплены к ЦГБ. И заявление об этом, так сказать, лишь узаконит сложившиеся отношения. Местные частные клиники в этом случае пока не в счет. Во-первых, они работают только за оплату наличными, а во-вторых, не принимают во внимание полисы обязательного медицинского страхования. А это именно тот ключевой момент, который связывает всю цепочку заинтересованных и задействованных в процедуре прикрепления. Выглядит цепочка так – пациент, медучреждение, страховая компания. При этом человек делает выбор, клиника лечит, а страховая платит за то количество пациентов, которые прикрепились к больнице. Изменения идут и в здравоохранении, и все. Все лечебные учреждения по всей России переходят на одноканальное финансирование, которое говорит о чем? Что финансирование будет только за счет средств ОМС, обязательного медицинского страхования. И финансирование будет идти по принципу, по душевому. Это значит, каждый человек, который проживает в данном городе и прикрепился, на него определена какая-то сумма. Эта сумма будет идти за этим пациентом. Можно подумать, что при таком раскладе заинтересованными в прикреплении пациентов будут только медики. Однако стоит учесть, что полученные больницей деньги в том числе пойдут и на улучшение материально-технической базы учреждения, то есть на оборудование, медикаменты и так далее. И от суммы, конечно, зависит, какой томограф или аппарат УЗИ сможет приобрести больница. Впрочем, если человек не хочет писать заявление о прикреплении, заставить его никто не вправе. Отказать в медицинской помощи тоже нельзя. Он все равно получит помощь, потому что у него есть полис, полис обязательного медицинского страхования. К слову, если человек прописан в другом городе, но работает или большую часть времени проводит в Ноябрьске, то он тоже может прикрепиться к центральной городской больнице. А если, к примеру, Москвич уже прикрепился к какой-либо столичной клинике, то и это не повод отказываться от услуг местной больницы. Но если вы в Москве уже прикрепились и приехали сюда работать, ничего страшного, у вас есть полис медицинского страхования. Вам будут оказывать всю помощь необходимую. Показания будут, и стационар положит все. Но потом вот реестр, как иногороднего, отправят в ту страховую компанию, которая застраховала этого гражданина. Сейчас в ЦГБ заявление о прикреплении можно написать в регистратуре или в кабинете врача. Прямо на приеме медсестра внесет все данные в компьютер, и пациенту останется только поставить подпись. А с понедельника в регистратуре выложат бланки, которые можно взять домой и не спеша заполнить на всю семью. Заявления на детей из взрослой поликлиники будут направлены в детской, а из детской заявления родители передадут сюда. И напомню, выбор медучреждения делается на один год, и если появятся другие, более привлекательные варианты, его можно всегда поменять. Ирина Потехин, Александр Иванов, новости нашего города. Кожвен отделению ноябрьской ЦГБ 25 лет. Его существование в ноябрьске, об этом говорит статистика, необходимо. За последние годы в городе значительно выросло число больных инфекциями, передающимися половым путем, такими как хламидиоз и уреоплазмоз. И хотя эти инфекции можно лечить амбулаторно, многие предпочитают оформиться в кожветотделение, чтобы бесплатно получать всю лекарственную терапию. Надо сказать, что это отделение одно из уникальных подразделений ноябрьской ЦГБ, потому что здесь тесно сплетены амбулаторная и стационарная службы. Это очень важно, потому что пациента, который обратился в поликлинику, при острой необходимости можно тут же госпитализировать. В отделение внедрены самые передовые методики лечения. Планируется приобретение аппарата светолечения для больных хроническими дерматозами. Сейчас таких пациентов вынуждены отправлять в Екатеринбург и Тюмень. Однако очень скоро медицинскую помощь людям с таким диагнозом будут оказывать на месте. У нас есть еще очень интересная служба, участковая служба эпидемиологическая, она называется эпидемиологическая служба, эпидгруппа по розыску контактов и привлечению к лечению. И, соответственно, особое внимание делается на сохранение медицинской тайны. Не только пациентов венерического кабинета, но и пациентов, посетителей дерматологического профиля, и в том числе пациентов, которые лечатся в нашем стационаре. Фонд общественного мнения на неделе выяснил, насколько россияне доверяют врачам и как люди относятся к врачебным ошибкам. Так вот, согласно опросу, более трети населения страны сталкивались с ситуациями, когда врачи ошибались в диагнозе или в назначении лечения им или членам их семей. Больше половины респондентов эта проблема не затронула. Если говорить о конкретных цифрах, то в целом врачам доверяют 60% наших сограждан, не доверяют 28%. Подавляющее большинство тех, кто сталкивался с врачебными ошибками, всего таких 37%, видят их причину в низком профессионализме медиков, недостатке знаний, халатном отношении к делу. В редких случаях россияне говорят, что ошибки естественны для всех, ссылаются на сложность самой профессии или даже винят пациентов. Продолжим после короткого блока спортивных новостей. В Елутровске продолжается финал первенства России по мини-футболу среди юношей. Уступив первом матче Екатеринбургскому визу, во втором туре ноябрьская «Газпромнефть» уверенно обыграла подмосковный «Спартак» со счетом 5-2. А сегодня днем подопечные тренера Кирилла Твердова встретились с Тюменью. Это был матч, в котором, скорее всего, и разыгрывалось второе место в подгруппе, дающее право на продолжение борьбы за медали. В первом тайме «Газпромнефть» полностью переигрывала соперника, имела уйму стопроцентных моментов, но к перерыву вела лишь 2-0. Увы, во втором отрезке встречи Тюмень быстро отыгралась, поймала свою игру и победила со счетом 9-3. Сегодня выпускники городских школ отрабатывали навыки сдачи единого госэкзамена. Это своего рода тренировка перед летними интеллектуальными испытаниями для тех, кто в этом году сдавать ЕГЭ будет впервые. Участие в ней приняли примерно 711-классников и три сотни педагогов-организаторов. В пунктах сдачи, а их в нашем городе 5, это 6, 7, 9, 12, а также в Ингапуровской школы, была воссоздана практически реальная атмосфера интеллектуального испытания. В качестве предмета выбран русский язык. К слову, не так давно Миноборнауки изменила правила сдачи экзамена именно по этому предмету. Теперь на выполнение заданий школьникам отводится 3,5 часа, вместо прежних 180 минут. Это основная форма проведения государственной итоговой аттестации и является показателем оценки образовательной деятельности по конечным результатам не только образовательных учреждений, но и муниципального образования в целом. Ну а завершит выпуск видеозарисовка нашего телеоператора Александра Иванова. Сегодня он побывал на соревнованиях, которые провели в бассейне детского сада «Аленький цветочек». Понятно, что не победы ради их проводили, поэтому как-либо комментировать то, что происходило на воде, даже нет смысла. Это надо просто смотреть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 марта в Сальхарде снег. Ветер северо-восточный, температура 15 градусов ниже нуля. В Муравленко небольшой снег. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура 6 градусов мороза. В Найбрске переменная облачность. Временами снег. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура минус 5 градусов.